Формирование молодежного парламента, распределение бюджета и оказание поддержки незащищенным слоям населения. Эти и другие вопросы обсуждали на заседании Совета депутатов. Глава городского округа Дмитрий Волошин совместно с депутатами партии «Единая Россия» предложил освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в Химках, от коммунальных платежей. Комиссия вопрос рассмотрела и вынесла его на голосование. Кто за, прошу голосовать. Традиция освобождать химкинских ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей уже несколько лет. У нас социально ориентированный бюджет. Сегодня основной вопрос был принят о социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов. Они освобождены от уплаты коммунальных платежей до конца года. Вот я считаю это абсолютно правильно, это очень важно. Но мы должны их чтить, пока они живы и здоровы. И еще один вопрос, который рассматривали на заседании, это формирование молодежного парламента городского округа. Его состав войдет 12 человек. Ставлено голосование, данное решение о формировании молодежного парламента представителей депутатов городской техники Московской области. Представлено, в виде кто за. Спасибо, единогласно, решение принято. Подобные собрания проходят регулярно в городском округе. На них рассматриваются вопросы, которые помогают сделать город лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!